Немало километров намотала по сельским дорогам наша операторская машина, прежде чем оказались мы в поселке Сандогор, что лежал в полусотне километров от Костромы, в самом сердце российского Нечернозига. Показывая нам окрестности поселка, председатель кохоза Сандогорский Анатолий Александрович Андрианов говорил о заботах своего хозяйства. Хозяйство крепкого, но со многими еще нерешенными проблемами. Многочисленные села и деревеньки, входящие в состав колхоза, были разбросаны на большой территории, удалены и друг от друга, и от центральной усадьбы. В то же время в Сандогорском не было хороших дорог. Восемь лет назад разработали план переустройства центральной усадьбы, но реализация его шла туго. Одним словом колхозникам, пришедшим на собрание, посвященное будущему Сандогоры, было о чем подумать, о чем поговорить. Вопрос перестройки их хозяйства встал со всей очевидностью. И это собрание, к которому мы еще не раз обратимся в фильме, собрание в типичном, в общем-то, нечерноземном хозяйстве, было как бы отражением поистине всенародной заинтересованности в решении назревших проблем. Проблем не только хозяйственных, но и глубоких, социальных. А вот во многих других нечерноземных селах кадровая проблема стоит более остра. Миграция крестьянства в город порождается в большинстве случаев социальными условиями жизни населения. Вот почему и потребовалось многое переустраивать в этой жизни. Вернемся в Костромское село Сандогору, колхозники которого тоже обсуждали план перестройки своей центральной усадьбы. О каких типах домов говорят сандогорцы сегодня? Послушаем для начала пенсионера. У него есть надворное хозяйство, свой сад, свой домик. Думаю, что вот таким должен быть дом в деревне, а не такой, что там 12 или 15 квартир, и где-то там на втором или на третьем этаже будут жить я. Да мне такого совершенно дома не надо. И такой квартире даже трехкомнатной не надо. Тут у меня цветы, тут у меня яблони, тут у меня вишни, тут все у меня. Я думаю, что только так. Вот какие у меня мнения. Я работаю в школе, муж механизатор. У нас двое детей. Но я хочу, мы живем в финском домике, и в финском доме, конечно, холодный. Места хватит, но ходить за водой далеко, с дровами тяжело, лезть далеко отсюда. И мы бы очень хотели жить в многоквартирных домах. Мы хотим прийти с работы и отдохнуть, чтобы детям можно было отдохнуть, и чтобы ближе водить их в садик. Ну вот я, конечно, мечтаю жить. Где-то на втором, на третьем этаже, чтобы был балкон. И на пятом этаже будет лифт. Ну вот мне задали вопрос насчет домика. Ну что, если он будет на самом деле, то я его хочу иметь такой же, какой приблизительно стоит рядом с домом моего отца. С приусадимым участком, с небольшой верандой стеклянной, чтобы можно было держать хотя бы курицу из птиц. Большего я пока не желаю. Мы с мужем оба специалисты. Живем здесь уже три года. Поэтому работаем мы, на работе находимся с утра и до вечера. И я бы хотела иметь комнату со всеми удобствами в многоквартирном доме. Я думаю, что все специалисты, которые живут в сельском хозяйстве, меня поддержат. Поэтому мы с мужем часто спорим на эту тему. Я думаю, он скажет. Я бы хотел жить все-таки в отдельном коттедже со всеми удобствами. Думаю, что жена хоть и хочет жить в доме, в многоквартирном. Я ее склоню к тому, чтобы жить в коттедже. Вот все у меня. Учителя приезжают к нам, медицинские работники приезжают, которые не занимаются хозяйством. Для них необходимо строить дома благоустроенные и многоквартирные. Чтобы не в одной комнате были комнаты поты небольших. У каждого есть семья, чтобы было удобнее. Но я живу в двухквартирном доме. Дом у нас неблагоустроенный. Одно благоустройство только то, что у нас есть газ. И квартиры бы хотя бы элементарной, как говорится, просьба. Водопровод. Это уже невозможно без водопровода. Если ходить за 200 метров за водой, то это уже и укладываются в никакие рамки. Что ж, людей понять можно. Их желание жить в благоустроенных домах, желание и естественное, и вполне законное. И, наконец, еще одна проблема. Из числа наиболее сложных и важных. Проблема сельских транспортных коммуникаций. Российский Минавтодор большую половину дорог на селе строят с нестойким гравийным покрытием. Вот к чему это приводит. О дорогах вспомнили, конечно, и на собрании в Костромском селе Сандыгора. Но в первую очередь колхозники говорили о дорогах внутри хозяйственных. Я живу в деревне Бурищи, недалеко от жирновидческого комплекса. Дорога у нас плохая, очень даже. Что в деревне, что позадеревне. До комплекса пройти в тапочках, например, во время дождя и то не пройдешь. Нам сулят дорогу отремонтировать, не могут отремонтировать. До комплекса я пешком дойду. Ну, чтобы вы сам дорогу сделали от комплекса, это требуем мы все. Чтобы в магазин можно было сходить побыстрее, так что по грязи лезьте. Работаю я, значит, заведующим комплексом. Комплекс у нас хороший, на 400 голову построим. Комплекс хороший, но подъездные пути негодные. Это обязательно надо. И решить вопрос надо с отводкой молока. А в дальнейшем, если у нас будет дорога, то надо делать так. Есть утреная смена. Подошел автобус, посадил лоярок, хотя бы и заведующие тоже самое. Посадили нас вместе, привезли на работу. И потом увезли с работой. Насчет дорог, это вот вопрос, пожалуй, посерьезнее. Работал я до армии на машине. Закончил службу в Советской Армии. Вернулся в родной колхоз. Пообещали новую машину. Я ее получил. Мне проходило года. В яме меня разорвали на две части. Три месяца стоял на ремонте. Перебирал ее. А за эти три месяца, стоя на ремонте, можно было перевезти сотни грузов. Что хочется мне сказать, вернее, спросить, задать вопрос такой. Когда же будут сделаны дороги до Сандыгоры, настоящие, внутри. Вот что меня интересует. Как шофера. Как механизатора. Да, мы сами видели в Сандыгоре, что эта проблема ненадуманная. Жизненная проблема. И на том же собрании поднята была еще одна важная тема. Тема культуры застройки села. Ну и еще я хочу сказать, что у нас застройка сейчас идет. Какая-то пестрая застройка. Но я в дальнейшем хотела бы так, чтобы, если мы начинаем строить финские домики, то уж строить где-то их в определенном месте, в одном, чтобы была улица, чтобы можно было пройти и видеть, что это настоящая улица какого-то одного типа застройки. У нас получается так. Кому где захочется, тот там и строит. Еще не выдерживает план, который у нас есть. Я против всякой самодеятельности. У нас строят свои дома, значит, кто как хочет, где хочет. И действительно улица совсем не смотрится. Строят так, что один забор выходит совсем на дорогу. И вот мы планировали провести тротуары, чтобы по проезжей части дети не ходили, люди не ходили. Никак уже не сделаешь. Надо эти заборы ломать. А если кто посадил деревья, уже не сломаешь. Совершенно справедливо здесь было замечание. Здесь в адрес и нас, архитекторов, было сказано, в адрес и местной власти, что застраиваться улица порой разнотипными домами. И щитовые, и бревенчатые, и каких только нет. Конечно, следить нужно вместе и вам, и нам. И благоустраивать, безусловно, улицу. Вот здесь много говорилось, что село сегодня у вас очень плохо выглядит. Я не знаю. Тут, конечно, есть вина вас непосредственно, что ведется выборочная застройка. Застройка опережает благоустройство, инженерные коммуникации. И получается, что дом построен, а вокруг него грязь, воды нет, канализации нет, и прочего, и прочего. Поэтому, чтобы этих вещей не получалось, нужно прежде всего соблюдать проект планировки. Внимательное отношение к окружающей природе, к тому, какую роль играет она в формировании облика русской деревни, не безразличны и жителям других поселков, не Черноземья. Обсуждалась эта тема и на собрании в Сандыгоре, в выступлении главного архитектора Костромской области Владимира Георгиевича Смирнова. Необходимо при проектировании поселка обратить большое внимание на природные условия. Посмотрите сами, вы на берегу реки из Костромы. Это очень большое преимущество для вас. Поэтому надо так, чтобы поселок выходил на реку. То есть, чтобы была зона на берегу реки, где бы могли отдохнуть все жители этого поселка. И еще об одном шла речь на Сандогорском собрании. Об уважении к культурным ценностям, доставшимся современному селу в наследство от прошлого. Работаю учителем русского языка и литературы в Сандогорской средней школе. Ученикам часто говорим, учим них, чтобы они бережно относились к памятникам древнего зодчества и культуры. В поселке Сандогора имеются дома, древние постройки, которые, я считаю, требуют настоящее время, чтобы за ними бережно следили и относились к ним. Когда мы говорим о сбережении неповторимой сельской культуры, стоит, пожалуй, вспомнить о том, что проблема эта, помимо охраны архитектурных памятников, вбирает в себя еще и задачу развития народного искусства. Важно не только, скажем, сохранить деревянную вязь рам, скворешин, наличников, коньков, крылечек. Главное, надо помочь тем, кто все это делает. Народным мастерам, умельцам, хранителям того ремесла, что всегда украшало наши деревни. Надо включить этих мастеров в составы колхозов и лесовхозов, обеспечить их работой, дать простору их творчеству. Ведь облик стольких деревень России был облагорожен полетом их фантазии. Проезжая по селам Нечерноземья, мы видели, как выходили с этюдниками на зарисовки в старинные русские села, молодые воспитанники художественных училищ. Радовались этому. Нам представлялось, как когда-нибудь, скоро, эти молодые живописцы вместе с молодыми архитекторами придут в село, вооруженное знанием художественных законов, и сумеют придать громадному поступательному экономическому развитию, период которого переживает современная деревня, о духотворенности и высокие мысли искусства. И о другом думали мы. Вот мы упомянули в фильме немалое число проблем, стоящих сегодня перед селом российского Нечерноземья. Но ни одна из них не мешает смотреть с надеждой в будущее этого села. И происходит это потому, что здесь повсюду идет большая серьезная работа. Частью этой работы было и собрание сандогорских колхозников, с которыми мы сейчас будем прощаться. Ну, с его продиктованы постановлениями правительства. Как застраивать село? Какими домами? Все касается вас. Как вам жить дальше? Вашим детям? Очень важно то, что все, каждый выступает заинтересованностью. Никто не был безучастен к этому разговору. Но это правильное. И тем более, наверное, верной мыслью все высказывали, что не должно быть одних и тех же домов. Должно быть разнообразие домов, которые бы учитывали пожелания, опыт, возраст, состав семьи, где кто работает. Здесь привезли некоторый материал для того, чтобы вы смогли посмотреть, поинтересовать. Эти дома, которые представлены здесь, они представляют для себя обработку уже. То есть имеющиеся, как вы говорите, рубленных домов. Редактор субтитров А.Семкин